Пять вопросов Владимира Зеленского. Вот сейчас можно услышать часто экспертную оценку, что это чуть ли не уголовное преступление, и из-за этого как минимум нужно будет нести какую-то ответственность, независимо от того она будет уголовная, административная, политическая и так далее. Как вы оцениваете эту инициативу Владимира Зеленского, и будете ли вы участвовать в этом вопросе? Я оцениваю эту инициативу как сугубо мероприятие пропагандистское, то есть мобилизационное, которое призвано к тому, чтобы мобилизировать избирателей Зеленского прийти на избирательный участок, которые не очень мотивированы. Избиратели Зеленского, они же фактически не ходят на выборы. Они не очень мотивированы, и их просто вытаскивают вот этим вопросом. Ну придите, у вас президент спрашивает. Это технология. И там еще есть несколько опасных вещей. То есть, ну во-первых, сам факт таких референдумов, они как правило манипуляционные, когда вопросы становятся известными за две недели. Знаете, как в Шотландии, например, англичане проводили референдум по независимости, два года шла компания. Да или нет, что это значит и так далее. А тут люди не понимают, что такое Донбасс. Спрашивают о свободной экономической зоне Донбасса, а люди не понимают, Донбасс это что вообще. Это Донецкая угольный бассейн, да? Значит, Мариуполь, Славянск, Краматорск, Лисичанск не входят в Донбасс, они не являются частью угольного бассейна. Ну, возможно ли сейчас там является. То есть, вот такие вот вопросы. Что это вообще такое? Масса всяких непонятных вещей в этой ситуации. Поэтому я, конечно, не буду принимать участие. Я опрошу избирателей, я свой альтернативный опрос проведу, опрошу избирателей, поддерживают ли они идею о том, что выходцы из 95-го квартала должны руководить в первую очередь 95-м кварталом. Им исключительно 95-м кварталом. То есть, у меня не собираюсь ограничивать их права, этих работников. Ну, просто интересно узнать мнение людей. Вот они считают, что хватит уже, поиграли. Или пускай еще чужие поиграют. Я думаю, что легитимность моего вопроса будет приблизительно такой же, как и легитимность опроса Зеленского. Что касается ответственности. Я думаю, что в момент эпидемии, пандемии, конечно, это создание дополнительных угроз для людей, которые осуществляют свою конституционную обязанность. То есть, такие вещи, конечно, в момент пандемии должны пресекаться, в том числе Министерством охраны и здравоохранения. То есть, на избирательных участках, где и так будет присутствие большого количества людей, еще пару интервьюеров, еще толпа вокруг этих пары интервьюеров. И, соответственно, что будет в результате? Будет увеличение заражения. Поэтому я принимать участие, конечно, в этом не буду. Но есть братья Капрановы, призываю там столики переворачивать и документы порвать. Кто хочет, в принципе, это не уголовное преступление, но я таким заниматься не буду. И пытаются этому всему попрепятствовать, сохранить представительство своих фракций хотя бы в каждом совете, чтобы где-то они, чтобы не было вообще полного тотального разгрома. Но, судя по всему, у него результат будет не очень утешительный. То есть, мэров будет очень мало. Скорее будут мэры от его союзной политической силы Коломойского, от вот этой «Замайбудни». То есть, фактически, сейчас тайно идет поддержка со стороны администрации Зеленского вот этих и загоняния в эту за «Замайбудни» произошло мэра в различных городах. Специально, чтобы получить хоть какой-то результат через олигарха Коломойского. Это опасная история, потому что, ну, это человек, который просто хочет раскромсать страну и выдать ее на деньги абсолютно неприкрыто, ничем совершенно не прикрывает. И вот будет возможность, что такая политическая сила что-то там получит и в будущем станет каким-то участником коалиции, где будет диктовать об отказе от сотрудничества с МВФ, о том, что Коломойского никогда нельзя выдать ФБР, ну, и другие таких вещах, которые нам будут нарушать наше сотрудничество с западными странами. Ну, то есть, сейчас бросить страну в дефолт, ну, представьте себе, экономические проблемы, падение промышленности, в том числе, война, потом коронавирус и еще дефолт. Это жестко. Но вот это то, что у Коломойского поддерживает. Главное, чтобы ему было хорошо. Понимаете? Если ему хорошо, значит, все хорошо. И есть какое-то количество людей, которые готовы под это подписаться. А те, кто не готов подписаться, их загоняли из числа мэров. Ну, скажем так, давлением со стороны и правоохранительных органов, и со стороны Офиса Президента. То есть, у них их просто загоняли в Коломойск. Поэтому разговоры о том, что вот это Коломойский там сильно поссорился с властью, это все, как говорят, они для бедных. Это все для бедных. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!